всем привет сегодня будем получать электричество из стакана воды обычная водопроводная вода нам надо будет раздобыть некоторые детальки алюминиевая емкость вот такую нашел можно принципе использовать пивные банки придется горлышко отрезать и изнутри зачистить покрытие и пластинки медные вот такие нашел это был экран блока питания также понадобится любая тряпка желательно хбшная вот такая вот пористая это же несколько лоскутов нарезал что было под рукой батарейка будет называться из говна и палок что нам нужно все что нам нужно перед вами значит ложим разделитель обычная тряпочка ложим пластину медную обратите внимание медная пластина не должна замыкать с алюминиевой теперь так у нас источник постоянного тока то имейте ввиду что медная пластина это у нас плюс мы подключаем соответственно на плюс сейчас будем замерять корпус алюминий это минус то я вам показываю самый пока простой вариант у меня будет их множество разных а кстати уже пол вольта значит что делаем давайте добавим чуть-чуть воды прям как сок раньше девяностые просто добавь воды сильнее прижал напряжение чуть меньше стало вообще правильнее делать набор пластин но такую батарею мы обязательно будем собирать поэтому кому интересно подпишитесь также я сделал вот такой преобразователь чтобы зажигал светодиод от полу вольта полтора пол вольта преобразователь такой у меня есть точнее его сберка сборка и схема есть на канале кому интересно посмотрите но все же на всякий случай вот она схемка кому интересно на паузу поставьте посмотрите ну что получаем мы чуть меньше полу вольта давайте попробуем подключим мой преобразователь медная пластинка у нас плюс корпус минус не зажигается не хочет сейчас это все подсоединил сразу мультиметр оставлю подключены что-то у нас тут все обрывается грамотно надо соединение сделать вот так ну что ж до 0 3 вольт упала давайте тогда еще один изолятор разделитель такой сделаем и еще одну пластину добавим не зажигается добавляем воды как вы знаете медь алюминий это гальмоническая пара то есть у нас алюминий данном случае это минус медь плюс если грамотно все подобрать пластинки все соединить то получится довольно эффективная батарея ну мы начинаем самого простого не будем заморачиваться со сборкой чего-то такого особенного сразу это не лучший вариант конструкции то есть по сути надо чередовать то есть пластина алюминиевая пластина медная между ними зазоры делать кинти изоляторы и потом эти пластины собирать после этого погружать емкость теперь напряжение которое у нас будет на выходе будет зависеть от того какие будут примеси в воде то есть у нас обычная вода из под крана и в ней как правило растворены минералы соли и прочее прочее если дистиллированную воду налить мы не получим даже вот этих значений которые сейчас у нас на экране поэтому мы попробуем сейчас ради интереса воду взбодрить то есть мы подключим источник питания к нашей батарее на определенные напряжения посмотрим насколько это напряжение вырастет после чего снова попробуем померить сколько стало вольт потому как у нас произойдет растворение частиц металла в воде и должно подняться само напряжение кому интересно не переключайтесь я подключил лабораторник свой ставим 15 вольт и у нас 2 ампера было и сейчас потихонечку падает ампераж уже есть реакция тут вот видны пузырьки по краям и от пластины медные пошли выделения у нас ток упал до 0 6 ампер чуть-чуть подержали отключаем блок питания и подключаем папа и у нас засветился светодиод то есть мы батареи свою по сути подзарядили ребята почти один вольт просто из воды вода медные пластины алюминиевые пластины сейчас попробуем слить эту воду развести немножко соли и уже добавить соль посмотреть что у нас получится обратите внимание я воду слил пластины просто влажные и светодиод еще немножко светился сейчас я сделаю раствор соли и добавим ну что ж берем воду берем соль а я вот так полторы ложки положу буду размешивать сразу звук меняется как видите у нас 0 2 вольта маловато будет напряжение особо не выросло а вот начинает расти как понял надо просто чтобы в ткань раствор впитался хорошенько ну пусть чуть-чуть постоит тем временем можно будет еще проделать раствор остатки соли вылить хотел сказать вылим высыпем размешиваем размешиваем вот как хорошо ну я бы сказал так себе вода где-то градусов 20 но все равно для работы стабилизатора не хватает к сожалению нам хотя бы 0 7 вольт получить было бы неплохо напряжение пока не растет давайте опять попробуем взбодрить внешним источником питания будем смотреть что у нас получится ой у нас аж прям пирожу зашкалило при 5 вольтах уже хорошенько зашкаливает вот провод аж теплый стал наблюдается бурная реакция батареи ладно отключаем ура больше одного вольта получилось взбодрили батарею и у нас появился неплохой источник питания напряжение конечно стремительно падает давайте сейчас знаете еще что попробуем попробуем слить эту жидкость промыть пластины промыть наши изоляторы ткань и после этого залить раствор уже лимонной кислоты обратите внимание у нас на поверхность алюмининки начала осаждаться медь такой вот электролиз вложим пластины прикладываем тканью ну а следующее видео обязательно сделаем более такое интересное просто особо не подготовился сегодня у нас всего лишь второе число нет не скажу что у меня отходники или еще что-то просто как то внезапно я решил снять подобный ролик на следующее обязательно буду готовиться и сделаем такую грамотную батарею ничего не светит сделаем грамотную батарею в каком плане что нарежем пластины меди алюминиевой пластины и соберем прям настоящую батарею а сейчас пойду мыть стакан разводить лимонную кислоту и еще раз пробовать воду возьму потеплее градусов 30 может быть 35 две ложки лимонной кислоты вот такие крупные ложки будем тщательно перемешивать водичка у нас теплая ну наблюдаем а результат то получше чем с солью напряжение чуть повыше но к сожалению все равно нам не хватает чтобы светодиод начал работать даже через преобразователь значит что будем делать правильно опять немножко подзарядим у нас стоит 3,5 вольта минус это на корпус плюс плюс медные пластины ампераж у нас скакнул до 3 сейчас падает реакция реакция есть конечно не такая бурная но все же это я сейчас добавил напряжение сейчас 6,9 7 вольт при 5 с копейками ампер ток у нас уже так стремительно не падает ладно подзарядили немножко и хватит убираем а ничего у нас не получилось помните прошлый раз как засветилось хорошо а сейчас уже не хочет светиться значит кислая среда она не столь эффективна однако эксперименты на этом не заканчиваются кому интересно подписывайтесь потому что мы будем пробовать получать халявное электричество еще с металлической крыши относительно земли земляную батарею делать и даже уж извиняясь кто кушает будем получать электричество даже с фекалий а как это будет выглядеть каким образом узнаете если подпишитесь и нажмете кнопку колокольчик рядом с кнопкой подписаться чтобы вам приходили уведомления на этом пока все с этим видео с экспериментами все только начинается поэтому желаю всем успехов ставьте лайки комментируйте и конечно же скоро увидимся всем пока